Фрагменты из книги «Дорогой тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму». Издательство «Крым. Симферополь. 1966 год». Каффа Солдая Чимбало. Колония итальянских торговых городов в средневековом Крыму. На побережье восточного Крыма между Феодосией и Алуштой сохранился целый ряд историко-рофилогических и архитектурных памятников, связанных с генуэзцами. Например, развалины храма Ай-Андрии возле села Генеральского ночи – отпечаток романского стиля XII-XIII веков. Ниже храма, на продолговатом и плоском вспаханном холме, имеются остатки поселения, где найдено много осколков итальянской фаянсовой посуды того же времени и привозной с далекого востока, китайского села Дона, иранской керамики. Все это предметы торговли кафе в XIII-XV веках. Архитектура генуэзских построек в Крыму переносит посетителя этих мест в эпоху итальянского возрождения. Башни и замки, ворота, мосты и рвы, зубчатые стены с бойницами, разные плиты с гербами и надписями живо напоминают север Средневековой Италии и другие места Западной Европы. Остатки фресок на сценах генуэзских построек, многие каменные рельефы архитектурных деталей носят ярко выраженный отпечаток Ренессанса, оказавшего немалое влияние на изобразительное искусство и зодчество всего Средневекового Крыма. Так его следы можно заметить в архитектуре и сохранившихся фресках XV века на Мангупе. Вместе с тем, архитектурные и художественные памятники этого периода, в том числе постройки, принадлежавшие генуэзцам, сохраняют и такие черты, которые ведут свое происхождение из Византии и Малой Азии. Греки и армяне, жившие здесь одновременно с генуэзцами, оставили немало сооружений, храмов, мостов, укреплений, фонтанов, усыпальниц и т.п., в которых восточно-византийские и армяно-малайзийские художественные традиции оригинально слились с веяниями, проникавшими сюда с запада Европы. Памятники Кафы В Феодосии над бывшей карантинной слободкой расположены разваленные цитадели генуэзской крепости. Ее самым крупным и хорошо сохранившимся сооружением является башня Климента, названная в честь Папы Климента VI. Она была построена в 3348 году и представляет собой прямоугольную трехэтажную постройку, увенчанную зубцами. Башня охраняла ворота цитадели. В центре Феодосии, в городском саду, недалеко от железнодорожного вокзала, расположена башня Святого Константина. В этой двухэтажной башне с навесными бойницами помещался арсенал. Она являлась узлом обороны Кафы. Высота оборонительных стен, опоясывавших город, достигала 12 метров, а толщина до 2,5 метров. Они были укреплены 26 мощными башнями. Остатки стен и башен встречаются почти на всей территории нынешней Феодосии. В районе бывшего карантина находятся средневековые христианские храмы, возведенные во времена господства генуэрцев, церковь Стефана с хорошо сохранившимися фресками XIV века, Георгия и Иоанна Богослова. Особого внимания заслуживает армянская церковь Иоанна Предтечи, построенная в середине XIV века. Она известна своими рельефами с изображениями евангельских персонажей. Портал церкви украшен мастерской резьбой по камню. В старой части города, которая сохранила средневековую планировку улиц, разбросано несколько культовых зданий времен генуэрцев. Это греческие церкви. Введение во храм на углу улиц Чапаевской и Красноармейской, Николая на пересечении улиц Витико, Робкова и Циолковского, а также армянские Сергия на углу улицы Тимирязева и Айвазовского, Архангелов Михаила и Гавриила на улице Тимирязева. Церковь Сергия отличается интересной резьбой по камню и орнаментальными вставками на лицевом и боковых фасадах. Недавно при реставрационных работах на ее сводах открыты под штукатуркой XIX века три слоя средневековой росписи. Рядом с ней, неподалеку от могилы Айвазовского, отдельно стоит средневековая колокольня, построенная в стиле армяно-малайзейской архитектуры и покрытая сложным и красивым резным орнаментом. Церковь Архангелов интересна своими простыми и мощными архитектурными формами, которые умело сочетаются с изящными резными деталями. Они представляют собой выдающееся произведение средневековой архитектуры. Субтитры создавал DimaTorzok